Приветствую вас! Вы пишете, что с мужем уже 4 года и 2 года в браке. За эти 2 года муж не проявил себя как мужчина в семье, ему нам все равно жили отдельно, но все оказалось ужасным. Во-первых, с какого момента мужчина начал проявлять себя, ну, не по-мужски. Вот прямо первый момент, когда это случилось. Второе, почему вы, ну, это стерпели? То есть, грубо говоря, как вы восприняли его, ну, такое поведение, как вы восприняли его такое изменение? Значит, что вы думали? На что надеялись? Именно, именно вот, ну, именно в этом аспекте. Вот. Может быть вы считали, что мужчина изменится? Может быть вы считали, что человек поменяется? Или как? Так. Далее вы пишете о том, что вы жили отдельно с человеком, но все оказалось ужасно. Здесь, на мой взгляд, тоже ситуация неясна. То есть, если вы жили отдельно, то почему все оказалось ужасно? То есть, ну, из-за чего? Что ужасного-то было в том, что вы жили отдельно? Особенно, если мужчина себя никак абсолютно не проявлял. Ну, как мужчина, я имею в виду. По вашим словам, судя. Вот. То есть, тут вот, если честно, неясно. Неясно, в чем ужас. По идее, наоборот, вам нужно было чувствовать себя свободно, спокойно, непринужденно. Вот. Дальше. Обновная часть денег, впечатливые, уходила на чипсы и напитки. И на его увлечение велосипеда. Ну, во-первых, это лучше, чем алкоголь. А во-вторых, чьи это были деньги? Или они уходили или продолжают уходить? Не очень понятно. Но, в любом случае, в любом случае, если они уходили, то, опять же, это выбор мужчины. А просто, вот вы говорите, дома ничего не делают, все время в ноут смотрят, никуда не ходим, на меня ноль внимания, после работы спит до 11, непонятно до 11 с чего. И что это за работа, кто катается на велосипеде с друзьями. То есть, понимаете, есть жалобы на мужа. Есть потребность в том, чтобы рядом с собой иметь определенного мужчину, да, который, ну, вам нужен явно. Но, при этом, у вас есть, ну, как бы, действие, да, у вас есть действие. Жаловаться. То есть, вы жалуетесь на мужчину. Вы говорите, что вот, он там такой-сякой. Вот. Может быть, он такой-сякой, но это его выбор. А почему вы свой выбор не сделали? Почему вы терпите это? Ради чего вы это терпите? Для чего вы это терпите? Такого мужчину, если он вам не нравится. Например, если вы считаете, что он должен быть другим, если вы считаете, что с вами должен быть другой мужчина. Почему вы его терпите тогда? Понимаете? Какая штука. Дальше. Получается так, что вы жалуетесь, и я уверен, что жалуетесь вы здесь не первый раз. Ну, то есть, вы не только нам жалуетесь. По моему мнению, я, конечно, не могу этого утверждать на 100%, но мне кажется, что не только нам вы жалуетесь. И возникает вопрос. Не получаете ли вы какое-то удовольствие от того, что жалуетесь? То есть, чувствуете себя несчастной, чувствуете себя обделенной вниманием, чувствуете себя прочной, нереализованной и так далее. Не этого ли вы хотите на самом деле? Чувствовать себя такой. Потому что, если бы вы их, ну, не хотели бы этого, вы бы даже не задумывались бы. То есть, ну, мужчина не делает того, чего вы хотите. Ну, окей, это его право. Вы просто берете и идете своей дорогой, и все. Но вы говорите, что вы жили родили, и это было ужасно, ужасно для кого? Опять же, непонятно. Понимаете? Вот. То есть, вот здесь вопрос связан уже с вашей мотивацией. То есть, сейчас вы рассуждаете как жертва, как ребенок. Вот, типа, вот, все плохо, там, и так далее, и так далее. Вот я хочу, мы никуда не ходим, и так далее. Ну, а где вы себя вели так, как вы ведете себя сейчас? Когда? Еще. В детстве. Например. Поощрялось ли такое поведение? Давало ли оно вам что-то? Далее. Мужчина, значит, ведет себя плохо для вас. Это понятно. Ведет себя плохо, неподобающим образом. Ладно. Соответственно, ничего не поменяется, если, с одной стороны, человек не видит проблемы в этом, и с другой стороны, если вы не будете его стимулировать. Ну, на изменения какие-то, если вы не будете его мотивировать. То есть, грубо говоря, он ничего не делает? Ну, хорошо. И вы ничего не делаете. Например. Никуда не ходите вы? Ну, хорошо. И... Ходите без него. Тогда. Он на вас не обращает внимания? Хорошо. Взаимодействуйте с другими мужчинами. Например. Что вам не дает это все делать? Почему вы, грубо говоря, продолжаете потакать его поведение, если оно вас не устраивает? Понимаете? Ну, ведь у этого же есть какие-то причины. У этого же есть какие-то основания. Правильно? Подумайте, как можно мужчину простимулировать. Дальше. На свадьбу очень хотел ребенка. Сейчас говорит, что... Ну, его это обузы, крики и т.д. Говорит, что сначала нужно купить квартиру, потом все и будет. А сейчас вы где живете? А... Как ее купить, если денег толком отложить невозможно? А... Ну, мужчина не хочет... Мужчина не хочет. А... Почему он вообще хотел ребенка? Вам зачем ребенок? Вам для чего семья? Что помимо ребенка и семьи у вас еще есть? Какие у вас есть интересы, увлечения, хомби, развитие, социальная активность? Вот об этом подумайте. Понимаете? Если вы считаете, что нужна квартира, то подумайте, как именно вы можете откладывать на эту квартиру. Потому что мужчине это явно не нужно. Либо мотивируйте его на то, чтобы он это делал. То есть, допустим, выберите какую-нибудь модель поведения. Да, например, можете ему сказать что-то типа того, что он дорогой. А... Вообще, ты ничего не делаешь по дому, допустим. Я тебя лучше прошу, там, сделай что-то, вот, то-то, то-то, то-то. Он не делает, вы, как бы, ходите расстроены, там, не обращаете на него внимания и, ну, допустим, не разговариваете с ним. А, допустим. Опять же. А, опять же, допустим. А, я не говорю, что обязательно так. И смотрите на реакцию человека. Если его реакция положительная, то есть, он обращает на вас внимание и так далее, вы даете им обратную связь. Огружаете его лаской, теплом. То есть, показываете фидбэк, показываете ответ. И если мужчину вы волнуете, он будет что-то делать. Если вы его не волнуете, он, соответственно, ничего делать не будет. Но тогда, если вы его не волнуете, он и не обратит внимания на вас. Тогда уже другой вопрос, зачем вы с этим мужчиной тогда вообще живете? Вот. Опять же, с какого момента он стал говорить про ребенка по-другому. Дальше. Значит, в общем, помогите. А, в чем помочь? Не знаю, что делать. Ну, понимаете, то есть, вот вы избегаете ответственности, да? Когда говорите, что он не проявляет себя как мужчина. Потому что я могу сказать так. Что другой человек, то есть, вот ваш партнер, это отражение вас. И если ваш мужчина не проявляет себя как мужчина, то нужно посмотреть на вас. Какая вы женщина. Что? Таким мужчиной находитесь. Что такого мужчину терпите. И что такой мужчина рядом с вами не хочет быть лучше. Почему? То есть, свою ответственность в этом постарайтесь увидеть. Если можно, с психологом с этим можно разобраться. Понимаете? Свою ответственность, свое личное пространство, свою модель женского поведения, свое хобби, свое увлечение, свои интересы, свои цели, свои задачи. Вот. Далее, вы пишите. Я его люблю, но я так не могу. Я думаю, вы хотели написать, но я так не могу. Как проявляется ваша любовь? В чем она выражается? Что для вас есть любовь? Как именно вы не можете и что заставляет вас терпеть? И вот такое поведение. Нет ощущения, что у вас любовь к нему. Потому что вы не свободны и не счастливы. Любящие люди счастливы. Значит, есть потребность, есть привязанность. Возможно, есть зависимость. Вот с этим и нужно разбираться. На основе чего? Как она появилась? Возможно, вы такие отношения принесли из своей родительской семьи. Возможно, это следствие приобретенных комплексов. Возможно, это страхи. Возможно, это внутренние противоречия, которые стали преследовать вас там, ну, в течение взрослой жизни. Непонятно, но нужно с этим разбираться. Для чего вы хотите ребенка? Для чего вы хотите семью? Всех комнатах, в которой вы живете, по разным углам. Что вы сделали для того, чтобы не жить так, как вот вы живете сейчас? Конкретно, что вы сделали? Понимаете, мы не можем изменить человека. Мы не можем изменить мужчину, да? Мы не можем, да это и не нужно на самом деле, не нужно его менять. Мы можем изменить вас, ваше поведение. Мы можем освободить вас от этого гнета, да? Для этого нужно четко определить для себя вред, который наносит вам вся эта ситуация. И вред не в том, что мужчина живет для себя. Вред не в том, что он не хочет семью и ребенка. Вред не в том, что вы не получаете семью и ребенка. А вред в том, что вы не счастливы. Вред в том, что вы жалуетесь и рассказываете о том, какой плохой ваш мужчина, да? И просите помочь. Это того, чтобы обратить внимание на себя и задать вопрос себе. Как я оказался в этой ситуации? Почему, если я хочу, допустим, семью и ребенка, ну, пока не будем говорить для чего. И не хочу жить в одной комнате по разным углам. То почему я живу в этой комнате по разным углам без семьи и без ребенка? Ведь это моя ответственность. Это не только ответственность мужчины, но и моя. Вот. Значит, получается, что я что-то упустила. И вот начинать нужно с этого. Может быть, с повышения самооценки, с воспитания любви к себе, самоуважения, заботы о себе, смены имиджа. Вот. Введение более жестких личных границ по отношению к себе. Понимаете? Вот. Формирование ценностного восприятия себя, уважения своего выбора и выбора другого человека. Понимаете? Вот. Вот так. Только так. Только в этом можно вам помочь. Поэтому, значит, два направления. Первое направление – это социальная активность вашего любого направления. Второе – это работа с психологом. И третье направление – это изучение игры психологической под названием «Тупик». «Тупик». Посмотрите её в интернете. Она есть. Изучите её. И потом… Ну, потом можно будет это обсудить с вами, если вы захотите. Напоминаю, что если вас волнует ваше счастье и вы хотите все-таки быть хозяйкой своей жизни, а не принимать условия чьи-то, для этого нужно что-то делать, а не ждать, что вам все это дадут просто так. Мужчину нужно судить по его поступкам, а не по словам. Ну и формировать свою более четкую модель женского поведения, это безусловно. Необходимо для успешного выстраивания отношений с мужчинами. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok